Учли все пожелания в части расположения, допустим, той же спортивной площадки, чтобы уважить всех и вся. На очередном собрании жителей нескольких домов по улице Свердлова идёт оживлённая беседа. Они обсуждают проект благоустройства внутри дворовой территории по программе местных инициатив. Здесь очень большой двор, который может стать центром притяжения как для детей, так и для взрослых. И мысль об этом не даёт покоя жителям уже не первый год. Жители хотят, озвучивают, но дальше этого не идёт. Пытались в 2019 году уже какой-то кусочек сделать, не хватило финансов. Сейчас просто воспользовавшись возможностью, что можно подать проект по инициативе жителей, можно, если этот проект выиграет, это всё реализовать, чтобы немножко люди поверили в себя, в свои возможности, в свои желания. Согласно условию участия в программе, на реализацию проекта можно получить 3 миллиона рублей из областного бюджета, 400 тысяч из городского, 200 тысяч рублей – это вклад местных жителей. Но поскольку проект масштабный, и если уж делать, то на территории всего двора, к его реализации планируют подключиться спонсоры – Балаковский филиал АО «Апатит» и депутат Саратовской областной думы Ольга Болякина. У нас есть уже опыт этой работы, например, «За Россией» сквер, который тоже также был сделан. Я являюсь руководителем инициативной группы жителей, это мой округ избирательный, где мы совместно с ФОСАГР, с жителями, с организациями, с бюджетом, муниципалитетом Балаковского муниципального района, хотели бы создать сквер мечты. Даже уже вот название такое есть рабочее. И, конечно же, проводится не одно собрание на тему того, что бы хотели жители увидеть в этом сквере. А жители хотят в первую очередь удобства и комфорта. Участники встречи активно обсуждали проект и выдвигали свои предложения. Спортивную площадку передвинуть, дорожку приспособить не только для ходьбы, но и для катания на велосипедах. В качестве ограждения сквера использовать кустарник. Конечно, проект необходим. И мы будем помогать, и с детьми будем гулять, да, и будем убирать. Потому что мы как бы пенсионеры, ветераны, да, мы ходим и занимаемся, и помогаем что-то, да. Конечно, проект нужен. И мы очень рады будем, если он осуществится. Такое количество людей, когда живут здесь, и дети, и всех на свете нужно. Я посмотрел, проект мне понравился, больше чего я могу сказать. Понравился. Если какие-то недочеты будем, мы скажем, выскажем уже по ходу работы. Сквер мечты должен объединить все желания жителей. Для малышей нужна современная игровая зона. Для подростков многофункциональная спортивная площадка и полоса препятствий. Для любителей спокойного отдыха – тихий уголок с лавочками и красивыми клумбами. Здесь будут столы для тенниса и шахмат, и даже голубятня. Мы встречались конкретно с человеком, разговаривали, очень переживающие за свое дело. Отдать должное, он содержит ее в идеале. Делает, расчищает, расчищает большую зону. И наше предложение было сохранить ее и сделать как живой уголок. Сам разводчик голубей рад предстоящим переменам. Сначала он переживал, найдется ли в обновленном дворе место его подопечным. Сейчас уверен, дело его жизни будет жить. В детстве держал голубей, потом как бы бросил, а вот на пенсию вышел еще это. Ну, решил заняться, продолжить, как бы говорится. Сейчас уже уходит век голубеводства. Тут мы и остались одни. Если проект станет участником программы поддержки местных инициатив, то этот уголок на улице Свердлова станет единственным в городе двором, где будут созданы столь комфортные условия для отдыха горожан. А у жителей на внутриквартальную территорию большие планы. Они намерены организовать ТОС и в дальнейшем сделать сквер мечты еще красивее.